Что является коммерческой тайной? Можно ли уволить работника за ее разглашение? Какова практика судов в отношении увольнения за утечку конфиденциальной информации? Ответим на эти вопросы прямо сейчас. Что является коммерческой тайной предприятия по закону? Закон относит к информации, составляющей коммерческую тайну, сведения производственного, экономического, организационного и другого характера, связанные с профессиональной деятельностью. Главное, чтобы информация имела потенциальную коммерческую ценность по причине ее неизвестности другим людям. К примеру, информация о планируемых контрактах, о подготовке к различным тендерам, торгам, аукционам, сведения о зарубежных партнерах, спонсорах, а также конкурентах. То есть данные сведения не содержатся в открытых источниках, справочниках, каталогах. Можно ли уволить за разглашение коммерческой тайны? Да, но только в случае, если у работников в трудовом договоре прописана обязанность не расглашать коммерческую тайну компании. У работодателя на руках также должны быть документы, подтверждающие ущерб и обосновывающие, что он напрямую возник по причине разглашения работником коммерческой тайны. С нормативными документами работник должен быть ознакомлен под роспись. Например, работница копировала файлы с грифом для служебного пользования на внешний носитель. Эти файлы содержали сведения об инженерно-геологических испытаниях у проектах по станциям метро и были доступны работникам, у которых есть допуск коммерческой тайны. Такие сведения могут быть впоследствии использованы в конкурентной борьбе. Работница была уволена и судом было отказано в ее восстановлении. Какие огрехи работодателя позволяют работнику избежать наказания? Зачастую из-за собственных оплошностей работодатель не может наказать работника-нарушителя за разглашение коммерческой тайны. Так, компания или предприниматель должны составить либо акт по факту нарушения работникам положения о коммерческой тайне, либо рапорт. Но этого недостаточно. Работодатель должен предоставить доказательства, что последствием разглашения работником коммерческой тайны стал прямой действенный ущерб. В таких случаях лучше обратиться за консультацией к трудовому юристу, чтобы не допустить никаких ошибок при увольнении работника за разглашение коммерческой тайны. При возникновении сложных ситуаций в процессе любой деятельности важно незамедлительно решать возникающие вопросы. Консультация по юридическим вопросам от компании «Роско» – это залог положительного разрешения правовых задач, аннулирования угроз и избежания возможных проблем в перспективе. Для получения помощи наших юристов позвоните нам по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Небрежность в оформлении кадровой документации работодателя спасает работника от увольнения. Например, локальные документы, касающиеся коммерческой и служебной тайны, не содержат дату их утверждения. Да и сам работник не был ознакомлен с этими документами. В подобных случаях уволенные работники восстанавливаются на своем рабочем месте. Незаконность увольнения нетрудно оспорить работнику, если работодатель ненадлежащим образом оформил кадровую документацию. Например, в приказе о расторжении трудового договора нет никакой информации о том, как и при каких обстоятельствах была разглашена коммерческая тайна и в чем конкретно она заключалась. Иногда работодатели увольняют работников за распространение сведений, которые никоим образом не относятся к коммерческой тайне. Например, работница медицинского центра постоянно говорила клиентам, что их центр прекращает свою работу, а все врачи увольняются, не будет и транспорта для перевозки больных. Итогом такой агитации стал переход пациента в другой медицинский центр. Работодатель не смог смириться с этим и подал в суд на работницу за разглашение персональных сведений и врачебной тайны. Но суд отказал компании в компенсации морального ущерба, поскольку работодатель не предоставил никаких доказательств того, что работница действительно разглашала конфиденциальные сведения. Возможно ли лишение свободы работника за разглашение коммерческой тайны? Да. За разглашение коммерческой тайны можно не только лишиться работы, но и сесть в тюрьму. И, как показывает судебная практика, подобные дела не становятся редкостью. Не секрет, что разглашением коммерческой тайны грешат сотрудники операторов сотовой связи. Ведь в силу своей профессиональной деятельности они обладают информацией о персональных данных абонентов. Например, работник МТС решил заработать на продажу сведений, которые составляют коммерческую тайну. Он нашел в интернете магазин, который заинтересован был в покупке информации об абонентах этого оператора сотовой связи. Деньги были зачислены на карту, открытую на другое имя. Сотрудники полиции квалифицировали его действия по уголовной статье разглашения коммерческой тайны. И бывший работник получил реальный срок – полгода лишения свободы. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите их в комментариях к нему. И юристы компании РосКо с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе, будь с РосКо.